Сказаны или спеты красивым голосом, можно ли проповедовать своей красотой и чувством тонкого вайшнавского вкуса, чтобы показать, что Харе Кришна, что Харе Кришна это красиво, классно, но не только красиво, еще и возвышенно. Да, надо использовать таланты, не стесняйтесь. Как, если непреданные таланты все используют для того, чтобы глупости говорить? Почему не можем использовать таланты, чтобы говорить про Кришну? Они не только глупости говорят, многие люди хотят при помощи творчества найти какой-то путь к жизни тоже. Но глупостей много сейчас через творчество, очень много глупых вещей, наверное, их больше в процентах, и меньше серьезных каких-то вещей. С вопросами о жизни, философского содержания или глубокого содержания, чистого, искреннего содержания. Их может быть меньше. Они тоже есть. Если у нас есть уже духовный опыт, духовного содержания, то ожидается, что мы свое творчество тоже займем в служении. При помощи творческой энергии это надо делать. Именно так. У Тамашлока это имя Кришны. Что оно означает? Что невозможно не говорить ни стихами о нем, или без музыки. Как только вы говорите о Кришне, включается музыка. И звучит весь эфир. Это слава Кришны. Это высшая поэзия. Это высшая музыка. Что делать преданному, который опустился до постоянного употребления ЛСД, но не может приходить в храм. И не может из-за того, что у него крайне оскорбительный ум. Тартику свершать, у него сил нет. Что делать в такой ситуации? Что же тут поделаешь уже в этой ситуации? Время нужно. Если человек на самом деле так вот упал сильно до ЛСД, может быть он в этой жизни не поднимется? Жизнь коротка. Следующая жизнь будет. Что делать здесь? Если человек выбрал такой путь. Харе Кришна. Гуру Махараджи, можно вопрос? Спасибо, дорогой Гуру Махараджи. То, что даете нам Кришну, раскрываете знания. Вы сказали, что если повторять мантру желанием заглушить какие-то страдания, каких-то плодов с ожиданиями, то это может привести к каким-то психическим расстройствам. И вот у меня такой вопрос получается, не замкнутый ли это круг, если человек с таким мунастроением находится, как он выйдет из этого круга? Но он не выйдет из этого круга, он не будет мантру повторять. Не в этом дело. Главное в нашей практике, даже не мантра как таковая, хотя именно в этом юга дхарма, воспевание святых имен, а то, что поддерживает эту практику важнее. Это сану санга. Вот именно общаясь с садхху, мы меняем мунастроение быстрее. Не общаясь с садхху, если мы просто повторяем как-то в изолированном мунастроении, вряд ли это сможет в одной жизни случиться. Садху санга, садху санга, сарва шастра, лава матра садху санга, сарва сити, хой. Так говорится, одно мгновение с чистым предом общение дает все совершенство. Все шастры это подтверждают. Но если мы самоизолируемся, индивидуализируемся, индивидуалист повторяет мантру, это может долго продолжаться или закончиться, переживаться. Поэтому не оставляем общество преданных. Что бы тут ни было, пока тут есть воспевание, не уходите. Вот когда воспевание превратится в исконие, можете уйти. Когда просад больше не будут готовить, кита не будут больше петь. Когда то, что делал. Отойдите в пещеру, мантру повторять. Как отличить вожделение на уровне ума и уровня разума? Возможно ли отследить переход вожделения с уровня ума на уровень разума? Разумное вожделение есть, да? Не очень разумное вожделение. На уровне ума это больше фантазийная вещь. Человек воображает, вожделение включает в его фантазию. Каким я буду в будущем? Как я могу наслаждаться? Человек фантазирует. При таких обстоятельствах и при таких обстоятельствах у меня много всяких комбинаций интересных. Что можно сделать для удовлетворения чувств. Это фантазия. Разум более практичный, так скажем. Он говорит, ну это когда еще будет, а сейчас иди и пивную. Это разум. Очень просто. Это, конечно, хорошие планы на будущее, я учту. Я уже отметил, это записал. А сейчас что? Сейчас пивную иди. У тебя на большее нет средств пока. Очень разумно. Для того, чтобы воодушевить начинающего преданного, мы прославляем его маленькие духовные подвиги и преуменьшаем или игнорируем плохие стороны. Есть другая точка зрения. Стандарт правила, высокие требования. Какова точка перехода воодушевления от требований к серьезности? Это зависит от того, как развиваются отношения с таким новеньким преданным или наставником. Вы можете увеличивать строгость какие-то правила, когда развивается духовная привязанность взаимная. Чем сильнее взаимная духовная привязанность, тем, может быть, строже иногда вы можете поступать. Но если человек не чувствует духовной близости, и вы строгость проявляете, сильную он, почувствуете, что вы просто полицейский. Плохо себя почувствуете. Но если вы становитесь ему старшим братом или как отец, это другой вопрос. Старший брат может сказать что-то строго, или отец не будет. Пропада был отцом. Поэтому он очень строго разговаривает, когда нужно было. Али Кришна. Вы говорили, что предный он живет в слушании, и когда так происходит, он избавляется от каких-то сложных трудностей, он проходит эти привязки. А если, к примеру, предный он слушает гуру Махараджа, слушающего Павпату, читает книги, читает Джапху, и тем не менее свящает какие-то ошибки, то что это значит? Ну да, именно так и происходит. Наслушается потом, решить не совершает. Как Нара Дамуни инициировала змею одну, помните, и сказала, не кусать на нее. Все, те наставления, вместо четырех принципов, один принцип. Не кусаться. Но это было практически невозможно для змеи. В этом ее как бы, ну, честь и гордость, и защита, и дхарма. Дхарма защищает, что она может укусить, поэтому она защищена этим страхом. Тут не кусаться. Ее избивать стали, когда поняли, что змея-то не кусучая. Стали бить ее, измененную природу, не любили люди. И чуть не забили до смерти вообще. Она полужва, приползла к Народи, говорит, Брумагарадж, я слушал ваши лекции дома. Вот результат. Я слушал, мне день, днем ночи ваши лекции. И вот в чем это привело. Вы строго сказали, не кусать, и это поддерживало. Вы глупая, ты глупая, если я. Ну и не кусай, но сделайте. Сделайте жимой, что ты кусаешь. Не теряйте разум. Когда вы слушаете лекции духовных учителей в книге правопады, вы поднимаетесь на платформу ума. Высоко. А потом с этим умственным пониманием спускаетесь на свою платформу практической жизни и не знаете, что делать потом. Вот что происходит со мной. Как это связать? Если приезжает духовный учитель, там киртан и лекции и всего. И забыли свою проблему на два-три дня. Ну, как бы ослабло все незначительно. Или Дхама так влияет, или Прупада был таким. Потом Гуру уезжает, из Дхамы возвращаемся и... И мы помним это там все. Как здесь как-то не сочетается. Может, снова в Дхаму ехать и не возвращаться никогда сюда. Как же выполнять свои обязанности? Вот изучайте. Вы должны еще, кроме того, что услышали от Гуру, между собой обсудить в своем кругу, на своем уровне с равными преданными все, что услышали. Пока не придете к практическому решению всех этих вопросов, на своем уровне. Тогда это сбалансируется. Я слышал такое выражение «Уста Параматмы никогда не смыкаются». То есть Параматма все время нам подсказывает, говорит, но мы не слышим. Но также Параматму называют молчаливым свидетелем, что она только санкционирует. «Молчи, Параматма, переговорить». Не знаю, как сказать, потому что Параматма, она одновременно делает то и другое. Это мы, когда говорим, то мы не молчим. А когда молчим, то не говорим. Это мы, вот если здесь находимся, то же в другом помещении не находимся. Но Параматма — это несколько другая. Молчание и разговор Параматмы одно и то же. Например, вы не говорите о ком-то что-то, но вы же думаете при этом. Вы не прекращаете свою деятельность. Вот в чем дело. Думаете, Параматма так не может? Ну или Параматма не тратится думать или говорить. Поэтому и то и другое правильно. Она молчит по отношению к чему-то и говорит по отношению к чему-то. Так можно еще ответить. Если мы делаем глупости, она игнорирует это. Параматма. Тогда откуда берутся радости от глупостей? От собственной славы? Нет, Параматма. От иллюзии. От воображения. Дается возможность подключить воображение свое. Но если мы что-то делаем для Кришны, то Параматма точно проявится. Сама. Не воображение. Всегда это происходит. В любой момент времени это может произойти. Виктор. 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 Скажите, пожалуйста. Виктор. Виктор. и говорили о материальных и духовных чувствах. Как отличить духовные от материальных чувств? Те чувства, которые увлекут нас к нарушению принципов, они материальные. И те чувства, которые наоборот уводят, забывая, можно принять. Я пропаду устанавливал на лекциях единства. Но я слышал, что для преданных, что для правильных отношений различия важнее. Нет, не знаю, что не важнее, а чинти апьеда, педататва одновременно единство и различия. Одновременно должно быть. Сейчас различия, если с материальной точки зрения, различия — это проблема. Неравенство означает. Люди знают об этом, поэтому как-то пытаются уравняться. При помощи идеологии ума. Уславливаются, что мы равны, все равны. То есть провозглашают это, но на материальном уровне все равно это различие остается. И на материальном уровне невозможно это уравнять. Разные типы характеров, людей, видов жизни, все разное. Духовное единство возможно, это реальность. Поэтому сначала нужно установить, что никто ни плох, ни хорош в процессе, в духовном, все находятся на духовной платформе. Начинающие и старшие в процессе на одной платформе. Называется «одна платформа духовной практики». Возможно, вот этот единство, как в Киртоне, мы забываем, кто здесь богатый, кто какой, кто старый и прочие материальные обозначения. Затем мы сможем наслаждаться этим разнообразием, а не страдать от него. То есть это как бы вместе должно быть. Вместе. Если мы обратим внимание только на различия, будут проблемы. Если только на единство, проблемы. Но зависть именно потому, что есть, мы различаем, материальные вещи различаем. Видим разницу наших положений и характеров. И делим на плохое и хорошее. Отсюда возникают проблемы. В рамане, как говорится, равное отношение ко всему. Это первая платформа осознания Духа. В рамане. Не осознав раман, как мы сможем. Разобраться в разнообразии правил. И корни йоги мистики стремятся к материальным достижениям. В чем разница между ними? Тонкая разница. Например, йоги мистики, они не стремятся к богатству материальному. Потому что это применительно. Хранить такие богатства, поддерживать такие богатства. Корме обычно берутся за этот тяжкий труд. Непосильный. Чтобы зарабатывать и сохранять свои богатства. Очень тяжко это. Йоги более утонченные в яне. Они не имеют богатства, но имеют знания и ситхи, влияние. Поэтому они обеспечены таким образом. У них много последователей обычно, которые их поддерживают. Сами они не имеют ничего. Они так более тонко устроены. Сколько времени осталось? Личность уже приводит сформированная в этот мир. Вопрос. Я как родитель только ответственный за привычки и образ жизни детей. Вопрос. Если отец детей обманным способом забрал детей у матери в отпущении за то, что она с ним развелась, так как оказался мошенником, закрывала его долги и дала большую сумму денег, настроил детей против матери, им 4-6 лет материться целыми днями за планшетами игры. которые наладили, нападали на мать палками агрессивных, едят мясо, что делать и как вести себя с детьми, не хотят общаться. Как быть в этой ситуации? Терпите. Нужно понять, это ваша ситуация, созданная вами также. Мы же философию изучаем с вами. Видите, как чувства мешают нам понимать философию? Вот очень болезненная ситуация. Очень болезненная ситуация. Но как она создалась в такой ситуации? Как вы стали жертвовать этих обстоятельств? Почему? Почему на вас выпала вот эта вот боль? Это тоже реакция какая-то. Как-то всё связано в жизни. Не случайное явление. Это же ваша ситуация, ваша жизнь. Терпите. Продолжайте служить Кришним. Пока для них привлекательнее мясо, чем ваше сознание Кришны.